Композитор Алексей Шор заслуживает особого упоминания, и встречу с ним на острове Мальта упустить было нельзя. В России не бывает. В один ряд с другими современными композиторами поставить его может и можно, но только, наверное, для того, чтобы он олицетворял то, что сказал однажды Готфрид Лейбниц, философ и математик, старший современник Йоганна Себастьяна Баха. А сказал он буквально следующее. Музыка – это тайное арифметическое упражнение души, которое вычисляет, сама того не зная. Сказано три сотни лет назад, а слова эти ни очарования не потеряли, ни актуальности. Алексей, все очень живо реагируют на то, что вы композитор-математик. А вы сами для себя как связываете эти две профессии? И та, и другая требует способности держать в голове довольно большое количество информации, и та, и другая требует большой аккуратности, потому что в математике малейшая ошибка просто превращает весь текст в полную бессмысленность. В музыке любая ошибка приводит к тому, что публика вздрагивает и не понимает, что тут произошло, то ли оркестр ошибся, то ли... Поэтому, в общем, нужно быть очень аккуратным, нужно все много раз проверять. Какая-то область в математике привлекала вас всегда больше, чем прочее? Наверное, так, чтобы этот ответ был интересен кому-нибудь, кроме специалистов, меня можно описывать как геометра и специалиста по динамическим системам. Полезная профессия. Вы бы не пропали, если бы не стали сочинять музыку, я думаю. Я всю жизнь ее и не сочинял, я всю жизнь математиком работал. Сочинять музыку начал лет шесть назад. Так у вас даже нет специального музыкального образования? Нет, я полностью самоучка. Вы считаете математику разновидностью творчества? Вне всякого сомнения. Есть знаменитая история, которую все математики знают, о том, как один очень известный английский математик начала 20 века его спросили, что случилось с каким-то из его студентов. Он сказал, а этот ушел в поэта, ему для математики не хватало воображения. Расскажите о первом сочиненном вами произведении. Я много чего написал, что абсолютно не заслуживает того, чтобы кто-нибудь когда-нибудь слушал, просто так баловался для себя, писал. Но в какой-то момент я тоже в шутку для друзей написал вариации на тему мурки. У меня есть приятель Дэвид Аарон Карпентер, который замечательный альтист, с которым мы просто дружили. Он даже не знал, что я музыку пишу для развлечения. Но он просто пришел в гости, увидел на столе партитуру, посмотрел на эту музыку и сказал, что она ему очень нравится, и он ее хочет играть. Ну, и я ему сказал, что это так шутка, что вообще это только для русских. Но он, тем не менее, вцепился в эту партитуру и сказал, что ему очень нравится, что ему все равно, на какой песне это все основано. Для него это замена Чарда Шумонти, которую он все время играет. И вот он настаивает, чтобы я это дело привел в порядок, чтобы ее можно было играть на публике. И вы соблазнились? Да, я соблазнился, он ее сыграл. Мы сделали ролик на YouTube, и неожиданно у этого ролика было несколько сотен тысяч просмотров. После этого он уже все время стал просить меня, чтобы я больше и больше писал. Некоторое время я писал только для него, а потом и другие люди стали посылать заказы. Если слушать вашу музыку, Алексей, и не знать, что ее написал современный композитор, может показаться, что ее сочинил романтик начала XIX века. Это для меня самые замечательные времена в истории музыки. То есть представьте, от рождения Баха до смерти Шумона меньше 200 лет. И какое количество замечаний. Самая хорошая музыка, по моему пониманию, написана в это время. Вы никогда, Алексей, не опасались попасть под влияние других авторов? Начать им подражать? Или, может быть, уже подражаете? Не опасались такого? Нет, я, честно говоря, не опасался. Если я кому-то и подражаю, то скорее великим композиторам XVIII-XIX века. Но даже это меня не очень беспокоит. Я не очень гоняюсь за оригинальностью. Если музыка нравится публике, то мне все равно, если кто-то считает ее подражанием. Мне приходилось слышать от знатоков, что классическая музыка – это предел развития музыки вообще. Что вся музыка, написанная в новейшее время, написана только для того, чтобы быть не похожей на все, что создавалось прежде. А вы как считаете? Мне кажется, это слишком радикальное утверждение. Вне всякого сомнения, в XX веке было много людей, которые писали музыку, потому что у них так душа лежала, а не потому что они просто пытались написать что-то оригинальное. Спасибо, Алексей. Спасибо. Спасибо.